Два жадных медвежонка. По ту сторону стеклянных гор, за шелковым лугом, стоял нехоженный, невиданный густой лес. В этом нехоженном, невиданном густом лесу в самой его чаще жила старая медведица. У нее было два сына. Когда медвежаты выросли, они решили, что пойдут по свету искать счастье. Поначалу пошли они к матери и, как то положено, распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли и день шли, и другой шли, и наконец все припасы у них кончились. А медвежата проголодались, понурые брели они рядышком. «Эх, братик, да чего же мне есть хочется?» – пожаловался младший. «Мне хочется», – сказал старший. Так они все шли и дошли, и вдруг нашли большую круглую головку сыра. Хотели было поделить ее поровну, но не сумели. Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется больше. Спорили они, рычали, и вдруг подошла к ним лиса. «О чем вы спорите, молодые люди?» – спросила лиса. Медвежата рассказали ей о своей беде. «Какая же это беда?» – сказала лисица. «Давайте я вам поделю сыр поровну. Мне что младше, что старше, все одно». Вот хорошо-то обрадовались медвежата. «Дели». Лиса взяла сыр и разломила его надвое. Но расколол головку так, что один кусок, это даже на глаз было видно, был больше другого. Медвежата закричали. «И этот больше!» – лиса успокоила их. «Тише, молодые люди!» «И это беда, не беда. Сейчас я все улажу». Она откусила добрый кусок от большей части и проглотила его. Теперь большим стал меньший кусок. И так неровно забеспокоились медвежата. «Ну, полно!» – сказала лиса. «Я сама знаю свое дело. И она откусила от большей части здоровенный кусок. Теперь больший кусок стал меньшим». И так неровно закричали медвежата. «Да будет вам!» – сказала лиса. С трудом ворочая языком, так как рот ее был забит вкусным сыром. Еще самое малости будет поровну. Лиса продолжала делить сыр. А медвежата только черными носами водили туда-сюда, туда-сюда. От большего куска к меньшему, от меньшего к большему. Пока лисица не доелась досыта, она все делила и делила. Но вот куски сравнялись. А медвежатам почти и сыра не осталось. Два крохотных кусочка. «Ну что ж», – сказала лиса. «Хоть и помалу, да зато поровну. Приятного вам аппетита, медвежата!» И, помахав хвостом, она убежала. Так-то бывает с теми, кто жадничает.